Поехали дальше, значит, эту картинку, эта заставка, давайте поговорим, о чем говорили в прошлый раз. Я просто напомню вам, значит, на прошлой лекции мы занимались акустикой в сверхтекущих жидкостях. Я так написал в сверхтекущих жидкостях, на самом деле это касается только гелия, потому что сверхтекущих плантовых жидкостей много, там у каждой своя судьба, и что касается акустики, то есть. Спасибо. Значит, акустика, по большому счету, это наука о динамике, о эволюции малых возмущений на фоне равновесных значений. Причем значения могут быть как-то предельно маленькие, тогда это называется линейной акустикой, о чем мы говорили в прошлый раз. Либо могут быть уже немалые возмущения, в следующем порядке малости, там возникают тоже некоторые красивые физические глядя, называется нелинейная акустика. Но мы занимались линейной акустикой. Значит, идея какая? Предполагалось, что все величины, значит, вот покоящийся гелий и создали какие-то возмущения, там плотности, энтропии, скорости, ну что угодно. И нас интересует динамика вот этих возмущений. Значит, стандартная процедура, как с этим, как это трактовать, это делается процедура линиеризации уравнений. Понятно, что это. Просто уравнение, когда подставляется, скажем, симма равняется симма нулевой, или, скажем, давление нулевой, давление нулевой. И тогда подставляется в общую систему уравнений, и для малых возмущений оставляются только линейные члены. Члены нелинейные считаются малыми. Так называется, опускание членов второго партнера. Линейные уравнения, это известные с курсом математической физики, имеют решение в виде плоских полков. И вот такого типа, я написал, что вы спрашивали, в таком виде. Ну, по сути дела, это разложение фурия. Ну, вот это эквивалент к разложению фурия, это просто как говорить. Ну, для акустики можно удобнее сказать, что в ищем решение в виде плоских полков. А плоская волна описывается как экспонента от ныненной величины экспонента. Величина это косинус, косинус и синус. И поскольку мы имеем с нынешним уменьшением, мы можем работать с экспонентом. А косинус и синус можем взять на равномоследие. То есть стандартный трюк этих ключей. Значит, в плоских волнах помидор равняется СК. А это лодуль вот этого. Советное значение волнового вектора. Волновой вектор это некий вектор, который на протяжении волн. И этот вектор будет в плоских делений. Вот такие соотношения волновые. Я вам рекомендую, что вы всегда договорились с волнами. Что это рабочие соотношения. Теперь, если мы систему уравнений, которая у нас там запутана, там энтропия, химпотенциал и все, мы сведем к паре независимых переменных В и Т, что для экспериментаторов удобно иметь дело с этими переменами. Мы получим систему линейных уравнений, которые везде есть, находим, и есть эксперимент. После сокращения на этот умножитель мы получаем систему линейных уравнений на вот эти штрихованные величины. Мы их называем амплитудой. В данном случае они не зависят ни от времени, ни от пространства. Вся зависимость от времени и пространства. И система линейных уравнений, однородных причем, имеет уравнение, имеет решение только когда ночь известна, когда детерминатор равен ноле. Это можно сказать на задаче на собственное значение. И собственное значение будет как раз введено здесь, величина С. Смысл величины С понятен без этого сокращения, без этого тоже, это скорость распространения волны. Потому что вот этот факт, когда, если вы не верите, волна бежит, то некая точка распространяется, чтобы вот это была полная вереветина, вот эта точка была. Это значит, что эта точка перемещается со скоростью С. Так вот выяснилось, что в отличие от случая обычной акустики, у нас есть два значения для скорости С, что означает, что, по-видимому, есть два типа волны. Значит, скорости имеют вот такой вид. Первая скорость С1ДП по дыро при постоянном сигма. Это, мы знаем, это выражение хорошо из обычной газодинамики. Это распространение обычного звука, акустического, и это скорость обычного звука. Второе выражение довольно сильно отличается. Вон видно, что оно зависит, скажем, от роста. Значит, оно в лямбдоточке обращается. В ноль там героисты обращаются, в ноль. Ну, это некая новая выражение. Если мы построим графики термодинамических величин, то мы получим скорости для первого звука. Вот на диапазоне от нуля до пяти градусов Кельмина скорость меняется от 240 до 180 метров в секунду. То есть, это, ну, немножко меньше, чем скорость устранения воздуха. То есть, гелий в этом смысле мягче, более мягкий, чем, в смысле, сжимаемость обычная. А что касается С2, там скорости, ну, в большом диапазоне температур, обычно в котором работник с гелем, это на уровне 20 метров в секунду. Вот. Значит, у нас две скорости. И мы, так сказать, конечно, предполагаем, что существует два типа звуков, в которых, вот, так сказать, эти скорости имеют место. Значит, типы звуков, да, два. Первый тип звуков это когда ВН совпадает с ВС, то есть, обе фазы двигаются синхронно, то есть, гелий ведет себя просто как обычная жидкость. В этом случае есть колебания от давления, которые связаны со скоростью. Ну, то понятно, поскольку скорость равна, но можно просто говорить. Это формулы, известные формулы обычной пустыки. А возмущение температуры в таких пустыках. Ну, это все, кстати, верно, когда температурный коэффициент расширения был взят, ну, если вы вспомните, как мы работали с детерминантом, у нас был такой пущий. То есть, здесь считается коэффициент термического расширения равен, ну, мы им приняли, он не равен, но он просто мало. Вот. И вот, получается, а второй, соответствующий второму значению скорости, там, если мы решим вот системы для линейных уравнений для вот этой ситуации, получается ситуация такая, что скорости равны и противоположны, и причем так, что... Вот что означает это соотношение? То есть, РОН на ВН плюс РОС на ВС равняется многое. Что это такое соотношение? Как я называю такую ситуацию? Противоток. А честно говоря, вообще-то все запомнили это слово. Это один из немногих терминов, которые мы все-таки должны помнить. В этих волнах колебания, давления отсутствуют, но зато есть колебания температуры. Вот такой, на самом деле, шокирующий результат. Во-первых, это второй звук. Мы называем эту волновую моду, волновую ветер. Это просто нестационарный вариант вот этого противотока. В нем нет колебания давления, но в нем есть и колебания температуры. Шокирующий результат в том смысле, что все колебания температуры в гелии переносятся волновым образом. Если мы на стеночке создаем тепловой импульс, то в обычной среде мы знаем, что тепло диффузионным образом распространяется. И таким образом. Это диффузионная волна. Это не волна, конечно. Это просто профиль вот такой убывающий экспонент. Она все дальше и дальше распространяется. Медленно, медленно. Но это такой диффузионный, медленный процесс. Этот процесс очень быстрый. Если мы создаем какой-то тепловой импульс на стенке, он со скоростью С2 вылетает в стены. Значит, конечно, это своего рода сенсация. Никогда физики не представляли, что тепло может распространяться таким волновым образом. Вот, тем не менее, этот гелий происходит. Я сейчас интерес у физиков к этому делу как-то поменьше. Хотя много работ есть по свойствам этого звука. Вот, кстати, этот второй звук очень хороший инструмент для изучения различных явлений сверхтекучим гель. То есть, зондированием звуком, то есть, затухание, рассеивание. Можно, так сказать, многие вещи на медалевике. Но это как инструмент, скажем так, в общей способности. Значит, я выписал еще пару соотношений для первого и второго звука. Это, если это плотность потопа, то с давлением связанных с колебаниями. А это понятное, что возмущение, давление, возмущение потопа связанное через сжимаемостью. В гелий-2 аналогичные условия такие. V, T минус V, S, которые характеризуют второй звук. Второй звук характеризует разность между скоростями. Есть между скоростями. А вот взамен вот этого соотношения между V и T, есть соотношения между возмущениями как галантуры и интерактивы. Вот эта формула мы все-таки используем. Но не то, что за формула. Старайтесь понимать, что вот в втором звуке значит, что это соотношение. Кстати, говорите, соотношения, которые здесь получены, которые здесь получены, они на самом деле верны для волн, которые бегут в положительном направлении. Это, поскольку я опустил вот это, вот вывод этих вравнений, там, грубо говоря, когда мы подставляем волновое решение, волновое решение уже может быть не только T минус X делить на C, волновое решение также есть T плюс X на C. Это соответствует волне, бегущей в обратном направлении. Если там подставлять вот ту же процедуру, проделывать, то здесь мы получим, например, и P штрих будет плюс минус в зависимости от того, какой волновой смысл. То есть здесь есть такая семья. Ну и для P штрих и V тоже есть плюс-минус. Это нам тоже сегодня понадобится. Ну, тем не менее, значит, вот понятно, что на этом слайде нарисованы ситуации, когда мы рассматриваем первый и второй звук. У них происходят такие вещи. Значит, в случае, если учитывать коэффициент расширения, есть зацепление между этими звуками, например, Vr не точно равняется Vs, а есть малая поправка, связанная с коэффициентом расширения. И то это тоже меняется. И это малые эффекты, связанные с малой, в меру малости коэффициента расширения. Кстати говоря, ну, давайте я покажу этот график. Вот этот график, вот этот слайд, на этом слайде написано, как вот происходит зацепление этих двух звуковых ветвей. Ну, я бы вот сказал так, что на языке уравнений математической физики на самом деле правильнее говорить другие могут. Правильнее говорить, что две звуковые моды есть, но в них не выполняются вот эти новые соотношения. и скорости тоже немножечко отличаются от C1 и C2, тоже связанные с коэффициентом расширения. То есть вот эти, с учетом термического расширения, эти две волновые моды близкие к тому, что я описал, но все-таки отличаются. То есть так правильно говорить. Ну, не говоришь, что там в первом звуке есть примечь второго, или наоборот. А правильнее на математическом языке говорить, что каждый из волн представляет смесь вот и волн давления, и волн температуры, но другой компоненты мало. Понятно, да? Что-то надо вам задать какую-нибудь задачу. Ладно, давайте поговорим дальше. Значит, ну, давайте, чтобы заключить, заключение сделали. Итак, мы получили существование двух напоминалых модов, одна из которых является уникальной, сенсационной, и связанной с тем, что в этой волновой моде колебленность температуры и разность между скоростями. Дивление чисто специфическое доступно к чижидкости, и, конечно, вот это и было сенсационное. Значит, ну, что касается динамики возмущения, все задачи, которые, акустики, которые мы имеем в делу в обычной акустике, дифракция, интерференция, там, одеграние абблигации взаимодействия, там, вот, и так далее, они такие же, как вот, этим задачам нам надо подходит как вот, здесь то же самое. Единственное, что колеблется там температура и относительность. А так, то же самое, жизнь, ну, вот, отражение поверхности, отражение отвертой стенки, все эти законы имеют место, ну, как для обычной акустики. Давайте, поэтому мы не будем, конечно, размакивать такие явления, мы достаточно знаем из обычной акустики, давайте поговорим о явлениях, которые специфические для них. Вот я вам расскажу две задачки, с которыми я имел как сказать дело, и поэтому их на них свой 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 скрыт. значит, значит, одна задачка связана с распространением звуков вблизи точки фазового перехода, вблизи ламбодочки. Значит, давайте-ка вспомним, чем, в чем специфика техниками и точки фазового перехода, что это? вблизи вблизи точки фазового перехода, вблизи точек фазового перехода, со всеми. А чем неверно, кто помнит, кто был там? Специфика там, мы еще сегодня картинку покажу, из-за дни. Специфика там, что вблизи точек фазового перехода наблюдаются очень много типов обычных идей. Так называемая корреляционная длина становится очень большой, становится очень сильной к вактуации и происходит явление такое, что такое полисцензии называемое. Это связано с пересеком. А другая важная для нас вещь, что еще релаксационные времена для сверхтекучей компоненты тоже обращаются в бесконечность. То есть, если мы рассматриваем сверхтекучую компоненту вблизи точки фазов приходов, некая новая величина, которой вниз в текущем негативе, то если при низких температурах текучая компонента равновесная функция всех термодинамических параметров, то вдали от лямб, то в близи лямб до точки это не так. из-за большого времени, из-за длительной релаксации эта величина подчиняется своему независимому уровню. То есть, в этом смысле то, что мы до наших допущения по гидродинамике, которые мы делали, что сверхтекучий компонент является функцией термодинамически зависящей от остальных примеров, в ней есть своя собственная жизнь, свои собственные уровни. Я рассказывал, как получаются эти уравнения, это очень такая деликатная процедура, которая апеллирует к тому, что сверхтекучие компоненты это, по сути дела, связанное с квантово-механической волновой функцией, и ее динамика определяется квантово-механическими законами, каким-то аналогом уравнения шрифью. Но в случае там и этот аналог уравнений Шриденгера, все это можно в случае малых градиентов, малых скоростей изменения, тем не менее, мы можем выписать более-менее обозримую систему уравнений, которая состоит из уравнения уравнения как обычно, уравнение из энтропии получается есть добавочные и добавочные доставки и для роста имеется добавочные доставки а роста вот вести себя вот таким способом вот эта динамика имеет релаксационный вид ДРО по ДТ, когда пропорционально РО, это признак того, что происходит в процессе. В процессе имеет экспоненциальное решение, которое распадается в РО. Если мы выведем из равновесия, РОС, то оно стремится к своему равновесию, и вот с неким характерным временем, которое будет единиться на правую, вот равновесие. Вот. Это, эти уравнения уже выписывал, это я вам для освежить. А применительно к акустике, применительно к акустике мы запишем вот такие уравнения. Значит, ребят, здесь я уже вот что делаю. Я перешел сразу ко второму звуку. Первый звук я отбросил. С первым звуком ничего особенного нет. Поэтому вот эти уравнения вот сильно уменьшились, сильно упростились, и они уже и не резок. Значит, вот... Вот давайте, вот это уравнение, это релаксационное уравнение для величины РОС. Оно имеет ДТ, а этот, можно сказать, что это единица на ТАУ. Где-то уравнение релаксации на РОС. Оно имеет... Это уравнение такого типа описывает экспонент затухающих термина ТАУ. Это описывает релаксацию в равновесном измечении. А вот если первые два уравнения, они что описывают? Скажите мне. Как понять, что эти уравнения? Ну, во-первых, вы должны, например, у нас Сигма. Сигма, наверное, Сигма-штрит. Здесь вот Сигма леновесная, здесь Сигма-кламина. Значит, мы будем считать, что Сигма-функция... Сигма-это удельная генетерапия. Будем считать функции генетерапии. Значит, мы можем вот первое слагаемое записать ДСигма по ДТ. А что такое ДСигма по ДТ? Производство генетерапии. То есть, это будет теплоэнерапия, что ее нужно будет на ДТ или брать на Сигму по ДТ. А здесь по ДТ температура по ДВ. И вот в таком виде эта система двух уравнений что описывает? Система двух непреговорических поэнергетерапического типа уравнения. К какому виду можно ее привести? Чем образнести? Мы должны первое уравнение продифференцировать по времени. Второе по пространству. Множить на соответствующий множитель, чтобы при вычитании вот этих вещей были бы они уничтожены. И мы тогда получим умение Д2Т под ДТ дважды минус ДТ штрих под ДХ дважды и коэффициент какой должен быть? Скорость, конечно. Мы не знаем, что это квадрат скорости. А какой скорость? То есть без уравнения и релаксации это просто обычная акустика. Но у нас есть уравнение и релаксация. Вот кто может? Кто может быть уравнением и релаксацией? Это так называемая теория Мандельштама и Леонтовича. Вы не обсуждали это? Вы не обсуждали это? Значит, суть теории Мандельштама и Леонтовича. Я дальше расскажу, как мы с этим общаться. Мы имеем дело, у нас есть вкраплено в уравнение динамики релаксационный процесс. А релаксационный процесс – это неравновесный процесс. Неравновесный процесс всегда в любой приходит в уравнение динамики. То есть это неравновесная существенная динамика. Она диссимпативная. И она, конечно, сказывается на устранении. Сейчас я расскажу, как с этим, так сказать, математически побороться. Ну, там тематическая теория не такая уж за умом. Значит, ну, в принципе, мы могли бы, например, обращаться, как в обычной акустике. У нас уравнение реализовать подклонением к равновесия. Получится система линейных уравнений, конечно же, однородных. Вот. И мы могли бы разрешить и получить, что называется, дисперсионные соотношения и скорость звука менялась бы. Можно и так. Но я расскажу другой способ такой, довольно элегантный, который приводит к нужному нам результату. Динамика. Значит, вот давайте пойдем дальше. Вот левая верхняя строчка, слева вот это соотношение, я просил вас запомнить. Это связь между возмущениями температуры и энтропией в бегущей волне второго звука. Причем этот способ соответствует волне, бегущей вправо, то есть знаку. Это в обычной волне второго звука, которое соотношение не вернуло вблизи лямбда-переход. Так. Значит, вблизи лямбда-перехода мы должны внести некие поправки. Эти поправки вот такого типа. Возмущение температуры не связано с возмущением энтропии в данный момент, в данной точке. А помнит, в силу того, что происходит релаксация, релаксационные процессы, то вот эта информация изменения температуры содержит информацию всех моментов времени. Это уравнение, можно сказать, уравнение памяти. То есть возмущение энтропии во все ранечные промежутки времени также влияют на температурное возмущение в данный момент. Вот без релаксации такого нет. Без релаксации вот Т-штрих и сигма-штрих, они будут релаксации. Релаксация меняет это вот таким способом. Значит, ну сигма-штрих – это возмущение во все предыдущие моменты времени. То есть мы имеем дело с памятью системы. А функция Фи – это, ну, связанная с релаксационным уравнением, это типоры, это экспоненты, по сути. Фи и Фи от Т-штрих делить на Тау – это экспоненты, а здесь собираются те предыдущие моменты времени. И, значит, здесь поскольку минус берется, предыдущие моменты времени, поэтому интеграл от порядка бесконечности. Ну, а здесь Тау берется из уравнения для релаксации своих текущих компонентов. Вот здесь это, вспомните. Значит, что дальше мы должны сделать? А дальше мы, например, возьмем предположим, что звук очень высокой частоты. Когда звук очень высокочастотный, тогда вот эта колеблется, смотрите всем внимательно, тогда вот эта штука колеблется очень быстро, и что будет с интегралом? Когда интеграл со с этим интегралом вычисляется от произведения функции, одна из них быстро исцелирована. Чего равен такому интегралу? Ну, и вот это быстро исцелирующая девочка. Тогда вот это слагаемое это. И тогда функция превращается в функцию такого типа. Но мы здесь должны понимать, что мы говорим о высокочастотном звуке, и поэтому скорость звука, которая здесь происходит, мы снабжаем с бесконечности. Что означает высокочастотный звук? Для высокочастотного звука это быть не может. Теперь, если у нас звук очень низкочастотный, то эта функция очень медленно меняется, и вычисление интеграла, ну, почти что константное, вычисление интеграла связано с вычислением интеграла функции какие-то экспоненты. Экспонент 20 единиц. И тогда мы снова имеем соотношение такого типа. Сигма штрих выходит сюда. И тогда это соотношение точно такого же типа, но мы должны в качестве скорости звука брать скорость звука по прямой любой частоте, низкой частоте. Таким образом мы восстановили, просто взяли и восстановили формулы для коэффициентов А и В. Теперь, если мы, поскольку коэффициенты известны, мы можем здесь вот взять, разлагая величину сигма, мы рассмотрим низкочастотные, не низкие и низкие частоты, когда медленно меняются во времени. Тогда мы можем этот интеграл разложить, и получится вот такая связь между колебаниями температуры и колебаниями энтропии. Ну, поскольку здесь речь идёт уже о малых поправках, мы можем сигма штрих и сигма два штриха штриха с точками взять, как они были бы в случае линейной акустики без эквоксации. Просто из обычной, которой линейной акустики. И если мы подставим всё это дело в уравнение движениях, если мы подставим вот во второе уравнение, вот эти наши соотношения, которые мы здесь получили, то мы получим уравнение, вот скажем, избавимся от колебаний температуры, энтропии, и всё сведём к уравнению для ВС. Мы это в состоянии и сделаем. И мы получим одно уравнение для величины ВС, которая содержит вот такой вид. Понимаете? Ребята, смотрите, это уже конечный, так сказать, результат. И вот давайте мы, значит, посмотрим. Значит, уравнение такого типа. Вот уравнение, вот, второе, вообще, это второе производство. Что пишет? Да. Значит, вот давайте. Если мы ищем решение в виде бегущей волны, бегущей трубой Х, и подставим вот это уравнение сюда, то мы получим связь между Омегом и К вот такого виду. Ну, здесь, наверное, надо было очень удобно подставить. Так вот, как мы видим, в сторону растущих Х. И отсюда видно, что член со второй производной дает величину, сказанную с внимой единицей. Это что? Это что? Что описывает вот, если Омега имеет внимую часть, это что будет? Что такое, когда Омега имеет внимую часть? Конечно. Потому что, если здесь подставить И на И, будет минус реальная причина РТ, то есть это можно интерпретировать, как по поводствованию и тот. То есть член со второй производной отвечает за диссипацию. А вот член со третьей производной, он не дает диссипацию, но зато он дает зависимость бэкапы скорости звука от волнового числа. Когда скорость звука зависит от волнового числа, или это можно сказать, скорость звука зависит от частоты, как это называется? Что это такое? Вот обычная скорость звука константа. А бывает, что скорость звука зависит, или скорость распространения волн зависит от длины волны, или от частоты волны. Ну, можно по-другому, по-разному. Это дисперсия. Это мы получаем чисто дисперсионные точки. Таким образом, процессы релаксации, которые имеют место вблизи лямбда точки, приводят вот к такой мудреной динамике для волны. Волна будет затухать за счет этих релаксационных процессов, что неудивительно, потому что, я говорил, что это связано с повышением энтропии. Но, кроме того, имеется зависимость скорости распространения волны от частоты. Вот. Значит... Это была моя диссертация. И там было написано вот по этому поводу такая фраза. Процессы релаксации, приводящие в конечном итоге к диссипации, а раньше у нас была жизнь такая. Мы писали статьи вручную, или там даже диссертации, или отчеты. И в каждом отделе была машинистка, или была общая машина. Вы не знаете, да? Были такие машинки, со страшным грохотом. И, значит, вот печатали нам статьи и диссертации. Машинистки были, конечно, в физике не образованы. И фразу «процессы релаксации, приводящие в конечном итоге к диссипации» Маша машинистка написала так. «Процессы релаксации, приводящие в конечном итоге к диссертации» Что-нибудь непонятно здесь? Все понятно. Ну, красивая теория, скажите. С помощью интеграла, вот как он себя ведет, все угодно. Причем эта ситуация, я хочу сказать, она вообще физическая. Ее не только как устранение звука можно применить. Вот каким способом можно релаксационные процессы, так сказать, восстановить с помощью воркновения, как бы сказать, воркновения с памятью. То есть, информация об интерапии создавается в этом будущем. Принцип причинности можно еще сказать. Такая красивая теория. Значит, вторую задачку, которую я хочу вам рассказать, она тоже связана с вазовым переходом. И вот давайте сейчас вспомним. Значит, вот диаграмма, ПТ-диаграмма для фаз-гелия. Значит, гелий газообразный. Он идет до нуля. Выше идет жидкий гелий. Он идет до самого нуля. Жидкость остается жидкостью. На первых занятиях я вам рассказывал, что это такое было необычное явление, которое физики не могли понять. Ну, а сейчас мы с вами понимаем, что это контр-механическая природа. Источник вот такого поведения. Вот здесь идет твердая фаза. А жидкая фаза разделена на две части. Гелия-1, обычные гелия и гелия-2, которые называются пучей-гелия. Значит, граница между гелием-1 и гелием-2, так называемая лям-галиния. Почему лям-галиния догадывается? Потому что теплоемкость вблизи точки фазовой перехода ведет сверху и ногу. Поэтому называется лям-галиния. Она наклонена от координатах ПТ. А это значит, что мы можем фазовый переход получить как, продвигаясь, нуждая гелий, так же меняя давление. То есть, если мы возьмем очень высокий сосуд с гелием вблизи лям-галиния точки, то не исключена возможность, что фазовый переход может случиться внутри этого высокого сосуда под действием гидростатического давления. Значит, численно это получается из 1 сантиметр гелиевого столба создает давление, которое меняет лям-галточку на 10 минус 6 градусов. То есть, очень очистительный. Но, тем не менее, если мы близко подойдем к этой температуре и возьмем высокий сосуд, то может произойти гелия-1, гелия-2, переход внутри этого сосуда. То есть, внизу будет, какая внизу будет, гелия-2 или гелия-1? Внизу? Ну, типа, при одной температуре, вот давление, правильно? Массы остановлены. При высоких давлениях получится звучит. Вот, если мы идем вот так, вот здесь и проходим вот эту лям-галточку, здесь гелия-1, там, по-моему, гелия-1. Сверху гелия-2. И вот, интересно и полезно изучить динамику звука, падающего на эту границу. А почему это интересно и полезно, сейчас я вам объясню. Значит, давайте мы вернемся к вопросу, я его уже рассказывал, о фазовых переходах. Значит, переход в сверхтепучее состояние – это, по сути дела, фазовый переход. Типа второго рода. Ну, там не совсем так, там, как-то все это запутано уже. Типа второго рода. Вот. Но специфика этого фазового перехода так только, что по мере понижения температуры, по мере того, как мы заглядываем в сверхтепучую область, появляется новая фаза, но она не кормив кропинки, как вы говорите, народную. И специфика, что она – это новая фаза, это двухкомпонентная причина. Новая фаза может быть, скажем, вот фазовый переход вблизи критической точки вода – жидкость. Там тоже может быть фазовый переход, и состояние, которое характеризует отличие одной фазы от другой – это плотность жидкости, можно определить плотность спад. В критической точке она вращается в нуль, а ниже критической точки она отличная. Ну, там, например, компонентная величина. Здесь величина двухкомпонентная. Это можно как-то апеллировать квантовой механической по методике. Это в каком-то смысле величина пси. Вот звуки волновой функции, но не настоящей волновой функции, которая – это квантомеханические задачи, а некая аналог этой квантомеханической функции, которая справедлива для всего мира. Значит, в духе Ландау фазовых переходов, в окрестностях фазового перехода, где есть вот эта фаза новая, можно записать, что термодинамический потенциал является, в силу того, что это малая величина, можно разложить. Это слагаемое связано с неоднородностью, а неоднородность, опять-таки, имеет квантомеханическую. То есть это может быть аж квадрат делить на квадрат. Ну, ладно, мы пока про это не говорим. Значит, смотрите. Возможно, два сценария. Один альфа положительный, и тогда термодинамический потенциал будет альфа, вернее, альфа отрицательный, это слагаемое положительное. Тогда получается Пси квадрат плюс Пси четвертый, и мы имеем это вот такое поведение, а термодинамическому состоянию отвечает, производная равняется, ну и то есть это точка экстремума. То есть единственная точка экстремума ноль, ничего нет. Это и есть, так сказать, нормальная. Можно сказать, что это альфа ноль? Альфа ноль? Альфа ноль. Альфа ноль – это коэффициент, который вот… сейчас… 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 Значит, если эта слагаемая будет отрицательной, тогда функция ведет себя таким образом. вблизи нуля, она, значит, падает. Но поскольку здесь модуль, а здесь компонентная функция, здесь вот… немножечко послушнее ведет, но понятно. все равно здесь получается как бы фигура помещает. Вот. Тогда в районе нуля функция падает, а потом четвертая степень перевыше будет, вверх. И, то есть, мы проходим через точку минимума. То есть, точка равновесия будет не в нуле, но в нуле она тоже будет, но она неустойчива, а будет некоторое значение функции отличное от нуля. То есть, для ситуации, когда вот эта альфа величина вся положительная, мы получаем, что здесь возможно появление для параметра порядка, который характеризует проявление нового газа. Отличное от нуля. Это из теории фазовых переходов Вандау. Вандау еще предположил, значит, что с точки зрения термодинамического потенциала, ну, таких катастрофических всегда ничего нету, и поэтому альфа ведет себя как функция температуры таким образом. ТС – это точка фазового перехода. Можно назвать, можно себе написать Т лямбда. И тогда получается, что до температуры ниже Т лямбда как раз и будет фазовый переход и появление фазового порядка, а выше не будет. Вот в духе этой темы. Значит, эта точка зрения долго держалась. Эта точка зрения показывает, что если альфа, ну, если альфа правильного знака, то Пси квадрат равня пропорционально ТС минус Т, то есть плотность сверхтекучей компоненты, которые мы показывали в этом порядке, она пропорциональна к лямбда. Для магнитиков это там корневой закон, так называемый, к лямбда. И очень многие теории, так сказать, удовлетворяли эту теорию Ландау. Неприятности возникать стали попозже. Оказывается, плотность сверхтекучей компоненты при протяжении этого перехода ведется от Т лямбда минус Т в степени к лямбда. Вообще непонятно. В общем, альфа 0 – это некий коэффициент, который для размерности нужен вообще. Это Ландау предположил такую зависимость просто исходя из разложения. Если функция вращается в нуле, потом она плавно ведет к первому члену разложения ленили по откладнениям. То есть очень вблизи фазового перехода должна наблюдаться такая зависимость в двух теориях Ландау. А эксперимент довольно вскоре показал, что зависимость плотности сверхтекучей компоненты от отклонения от Т лямбда в степени 2 третих. Это вообще кошмар. Потому что не Ландауовский результат вообще для третьих функций ни в какие ворота не лезет. Физики очень долго подумали с этой ситуацией. Самая продвинутая, так сказать, наука, наука скейлинг и теория фазового перехода. Которая, кстати, была такая наука. Там очень сложная математическая теория, а физическая я не буду говорить. Значит, кроме этого была вот другая наука. Так называемая феноменологическая теория фазовых переходов. Вот здесь я написал, если взять предположение Ландау и сказать, что вот термодинамический потенциал на то сего отличия ведет на себя таким образом убрать все коэффициенты, так сказать, по теории Ландау, которые разлагаются вред по теории Ландау, то мы можем получить, например, что вот Ланда пропорционально, то есть Ланда минус Лэ. То, что я говорил просто на предыдущем славе. Эксперимент показывает то, что Пойлович. И одна из теорий, которая называется феноменологическая теория ФСИ функции, очень была популярная, она состояла в том, а давайте, что мы воспользуемся, что предположим, что это разложение Ландау имеет место, но коэффициенты должны быть подправлены с учетом эксперимента. То есть коэффициент А должен быть другой коэффициент, В должен быть другой и вот так далее. Если вернуться еще к тому, что должен быть член с градиентом, это приводит к довольно замысловатой теории, которая, в частности, дает такой результат. Вернее, эта теория дает сначала очень много вопросов, как вот эти коэффициенты А, В, С, которые вот здесь появляются, как определить точно какими экспериментами, потому что вот, ну просто экспериментально они неизмеримы, величина. Вот эта теория, это как состоит. То есть какие-то могут быть косвенные эксперименты. Так вот, вот один из экспериментов, который мог бы ответить на ряд вопросов, связан как раз вот с тем, что граница между гелия М1 и гелия М2 может происходить в страст, высокий стол жительсти. Тогда, вот смотрите, если бы не было члена вот с этой, с градиентом, вот, и просто бы мы взяли обычное слагаемое, то вот скорость звука, вернее, да, плотность вверх текучей компоненты обращалась бы как расстояние от этой границы как в степени 2,3. Ну, понятно, что тогда отклонение от точки лямбда было бы просто отклонение по координате, которая, ну, по Z по координате, ну, которая в высоту. И тогда вот было бы просто Руэстер повторяла вот эту судьбу, и 3. Но поскольку у нас имеется член с градиентом, то распределение должно быть размытое. ну, если решить соответствующую задачу. И должно получиться распределение плотности сверхтекучей компоненты, вот, не вот эта функция 2,3, а некая размытая функция. И размытость этой функции очень важна для этого, кружевого, как говорят, обещания. очень, очень принципиально важна для всей этой работы. И поэтому вот было такое предложение, что давайте прозондируем вот эту область с помощью 2 звука и найдем распределение вот этой функции. А что значит прозондируем? Ну, скорость звука зависит от Руэстера, да? И поэтому вот было такое предложение. Скорость 2 звука зависит от Руэстера. С помощью такой функции. И поэтому по мнению авторов этой идеи, авторы этой идеи были Кейнсбург вот такой, знаете, такой, футболисты. Старик Лазарев. Это замечательный. А его ученик Сальвярин. Хороший, Саша Сальвярин. К сожалению, с вами нет. Вот. Они предложили такую идею. Давайте мы вот это, где идет Кейликва, и мы оттуда на это сверху, да, где давление поменьше. То есть зимовое изделие 2. Мы установим некий датчик 2 звука. А здесь установим приемник 2 звука и будем просто измерять время пробега волны вот по такой, ну, простенькой функции. Все это, конечно, хорошо и красиво, но дело в том, что настолько, я говорил, что вот на 1 сантиметр, 1 сантиметр меняет температуру на 10 минус 6 градуса. Эта область где-то значительно размытая граница имеет еще меньшую, еще меньший размер. И поэтому, чтобы провести эксперимент, нам нужна сумасшедшая точность в порядке 10 минус 9 кем. Она эксперименту не подвласт. в порядке 10 минус 6 градусов. Вот. Значит, я вступил в контакт с одним и западным этой идеей. С одним и западным этой идеей. С одним и западным, Саша мне сказал. И мы с ним, значит, разработали несколько другую теорию. Я тоже был немножечко, так сказать, придумал эту теорию. Значит, эта теория состоит, опирается на метод обратной задачи. Знаете такой термин? Метод обратной задачи. Это, например, вот прямая задача, а вот у нас акустическая задача. Например, имеется среда, в ней имеется распределение. Вот, например, океан. Днем определили все подстепени солености воды, от температуры или от еще каких-то, так сказать, посторонних причин. Скорость звука может быть другая. И решить задачу, как распространяется звук. Прямая задача, если мы знаем свойства среды. Хотя, ну, довольно сложные математические. Но вполне возможно. А можно задачу по-другому поставить. Мы, например, пускаем в океане источник звука и принимаем ответ. И можно ли по этому ответу судить, какая там скорость друга? И по этому поводу можем, так сказать, судить, что нам в океане есть. Поэтому в этой науке я сказываю силу своего товарища. Он был геофизик. Он занимался этими делами. Плавал на соответствующих проходах, которые искали эти геофизики. Я забыл бы, какой-то термин есть. Которые вот якобы такие там вещества очень полезные материальные есть. Они их искали. Но этот мой товарищ рассказывал, что они их искали очень близко там в Тропе или в Талифорнии. То есть, похоже, там искали может быть что-нибудь и другое. Но тем не менее, вот задача такая есть. И, значит, было такое предложение. А давайте не от этой схемы отвлечемся, а испробуем этот обратный задач. Посмотрите, если в области гелия-2 ставить источник второго свока, он летит и от неоднородности вот этого распределения он как бы отражается. Он как бы отражается и на наш источник приходит некоторый сигнал. Это как раз и есть идея метода обратной задачи. И можно ли по этому сигналу действительно сутить о том, как распределена скорость звука в этом месте. А скорость звука связана с распределением сверхтепущей компоненты. И таким образом вот реализовать экспериментальную схему связанную состранением звука можно, по-видимому, более выгодно. Там не нужна вот эта сумасшедшая почта. Там даже на самом деле не надо фиксировать эту границу, потому что автоматически по принятому сигналу можно судить, побывал ли там отразился этот сигнал и где-то граница находится. Вот. Ну, значит, вот я Сопянину изложил вот эту идею, меня потом с Гейсбургом познакомил, и вот, значит, была опубликована работа, на которую Геннадий сослался. Это был небольшой переполох у нас в институте. Но, тем не менее, значит, вот я в двух словах ее расскажу. Кстати, Виталий Лазарович, конечно, Гейсбург, замечательный человек. Он из корифеев той академии наук. Капица, Ландао, Виталий Лави, независимые, настоящие ученые, которые, ну, трудно сравнить с современной академией наук. Например, он конфликтовал с властью, и одна из причин конфликта была то, что он был заведующий теорией отдела в институте общей физики. Ну, тогда он не общей физики был, а физический институт академии наук. Он был заведующей теорией отдела, но он на себя держал сотрудником некого академика Сахова. Какой вы не слышали? И из-за этого у него были большие трения. Очень интересно, на семинарах, когда он проводил еженедельные семинары генсбургские, было очень почетно в них участвовать. И, значит, вот когда этот семинар проходил, набивался полный зал, и Генсбург в один момент вставал и говорил, а теперь те, кто пришли посмотреть на академика Сахарова, могут уходить. Некоторые люди вставали и уходили. То есть не столько физика интересовалась, сколько и Мексак. Так, ну давайте я... Чего ты у нас со временем? В двух словах расскажу про метод. Вот смотрите, возьмем обратно уравнение для распространения второго звука. Поэтому переменные С, В, С, Т и Т, но Т и С, они связаны между собой через С. И, значит, это уравнение, распространение второго звука. Мы вот здесь вот не выносим это из подковок, из подковок, потому что роя зависит от высоты, от близости к точке. И нам надо это зависит от высоты. Вот. Значит, на источнике звука выполняется вот такая вещь. мы создаем некую интенсивность, ну, нагрев. Второй звук – это же волна температуры, волна тепла. Мы создаем нагрев. Часть нагрева уходит на нагревание подложки, часть уходит, значит, и на какое-то разное. Это вот уравнение, это можно сказать отличное условие. Теперь, значит, мы должны сделать вот такой момент. Если мы вот эти волновые уравнения раскроем и перепишем в виде волнового уравнения, то мы получим вот некое сложное уравнение, которое вот эта часть, первая часть, как бы обычный волновой оператор, а этот, хотя скорость зависит от z, но есть еще дополнительные слова. И c2 от z предполагается как функция координации. Значит, вот эти сложные функции я выписал, но останавливаться на них не очень. А еще у нас имеется вот такая вещь, которая связана с ограниченным условием. Это созданное тепло, это нагрев подложки, это унесенный звук, и эта разность будет некой величиной f от t, которую мы называем информацией. Если звук просто улетает, то эта информация обращается в нуль, а если что-то на этом источнике остается, это означает, что звук все-таки отражается от этих поверхностей и возвращается обратно на границу. То есть, зная эту информацию, мы можем восстановить c2. Следовательно, мы можем восстановить некоторые коэффициенты в уравнении для этого параметра порядка и внести некий свой вклад в эту информацию. Значит, я тут не буду дальше рассказывать схему решения вот этой обратной задачи. Там очень никакая математическая схема. В основном я там брал то, что в математике наделал. Просто адаптировался в случае вот этого гелия по постановке задачи, по оценке, так сказать, экспериментальных возможностей. Ну, схема такая. Значит, берется решение прямой задачи абстрактное, а потом, значит, по решению в точке z0, которая как раз является информацией, восстанавливается в виде некого функционала. И, значит, когда, исследуя этот функционал, можно восстановить с целью. Это вот сделано по-разному в той работе, которую с Аберой адаптировали. Значит, и вот таким образом можно вот эту функцию связывать. Насколько я знаю, были экспериментальные попытки реализовать это, чтобы, особенно, сказать, успехов не было. Вот. Значит, что у нас там со временем, ребята? Я вот закончил с линейным звуком. Мне не очень хочется начинать следующую тему, нелинейное оборудование. Потому что это большая тема, даже не надо начинать. Давайте поговорим вот о том, что вам сегодня вопросы писали. Саганин, между прочим, очень интересный человек. Мало того, что он физик, так сказать, физик хороший, он во время перестройки, которую вы не застали, или вернее, так сказать, она вас не застала. Там очень много как-то демократии интересовались, там будут процедурами, все время все другу обвиняли, что фальсифицировались результаты выборов. И Саша Собянин отошел от теории фазовых корректоров. И создал теорию такую, как на основании результатов выборов, хоть можно ли сказать фальсифицированный выбор или нет. Причем он настолько продвинулся в этой науке, хотя это вроде как бы не его наука, а это речь идет в случае статистической книги. Настолько продвинулся, что его пригласили в Талтех читать текст Талтех, где его, кстати, случайно встретили. И он рассказывал физикам-американцам, математикам-американцам, какие он изобрел методы тестирования результатов всяких электоральных процедов, чтобы сказать. Ну давайте чем-нибудь спросить. Посмотрите. 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 Смотрим, пожалуйста. но сложно создать там понимаете вот еще еще один крупный что я говорил что вот это феноменологическая теория пси функции идея которой это в разложении термодинамического потенциала по степеням пси а коэффициенты должны быть вычеркнуты из эксперимента включают вот эти три четверки и прочее там много чего вот это феноменологическая но важно интересны но параллельно создавалась некая теория подобия фазов и скейлинг которые нам на самом деле там объясняется все происхождение коэффициентов и они не оперируют к сложению и просто теория которой скейлинг просто задавила вот эту типу связанную с разложением да может быть и считалась интерес в смысле полезной потому что она прозрачная вообще и гейсбург неоднократно защищал эту науку но считалась вот эта феноменологическая теория потому что создали более продвинутую теорию поэтому эта теория не то чтобы она совсем заглохла экспериментаторы пробуют но интерес к ней так сказать значительный поэтому но интерес к ней 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 но интерес к ней